Светлана, здравствуйте! Ваш вопрос. Посоветуйте, как молиться за свою невестку. Перестала ходить в церковь по причине рождения ребенка, уже четвертого. Я думаю, Светлана, если в вашем сердце есть это сострадание и понимание, то здесь, безусловно, путем контроля вы мало что измените. Но если вы сможете взять вот эту заместительную часть молитвы за родителей, потому как ее родителей нет, и пройти по дороге ее жизни в этой молитве, сказать, Господи, где та наследственность, которую надо отделить и как, то есть молитва по линии жизни. Может быть, сейчас вам это не просто будет сразу освоить ее, но как минимум поставьте в наследстве вашей невестке крест Иисуса Христа, чтобы все то, что было негативного, оно дальше не продолжалось в ней. Примите вот эту заместительную силу, потому что у вас сейчас, как у мамы, да, потому как вы тоже часть этой семьи, есть право такую молитву совершать. И можете еще прийти в зал суда перед Богом, можете посмотреть наше служение и материал по искам, то есть зал суда и несколько служений подряд шла речь об этих молитвах. Да, это было уже, в принципе, несколько времени назад, это в 17-м году, я говорила в феврале, но в любом случае вы можете найти этот материал, просмотреть и войти в зал суда вместе со своим сыном, если он человек, который верующий. Если он сам охладел, то, значит, выходите туда и говорите с Богом. Но разговаривайте не по минусам, а по причинам. То есть скажите, Господь, твой крест, он в состоянии разрушить это негативное наследственное влияние. И поэтому я сейчас прихожу с оправданием в крови Христа за себя, за свою невестку, за своего сына, за их семью, чтобы они тебе принадлежали, я их отделяю для тебя. Потому что кровь Христа призываю на их головы. То есть идет речь не в осуждении, не в обвинении, не в жалобе, а в позиции власти, которая у вас есть, ее используйте, приходя в зал суда. И не говорите с вашими подругами, с вашими знакомыми негативные вещи, потому что это то, что дьявол использует против вас. Поэтому будьте аккуратны. В таких молитвах власти надо быть аккуратными и в повседневной жизни. Поэтому всего вам доброго и результатов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok